Так, значит, мы в прошлый раз начали читать с вами Шмон и Праким, предисловие Рамбома из восьми глав трактату Авод. И первое, что мы прочитали, это его концепция души И соответствующая стратификация сил души Подчеркнул, что душа одна Некоторые считают, что эти силы души, они являются просто разными душами Нет, так считать нельзя Говорит Рамбом, нужно понимать, что душа одна, но у нее есть разные проявления Мы говорили о том, что есть вот эти разные классификации этих самых дух Есть классификация, которая условно можно называть онтологической То есть соответствующая тем стратам реальности, которые средневековые античные философы обнаруживали Да, у нас есть растительный мир, животный мир, мир людей И, соответственно, этому есть и души Но мы сталкиваемся здесь с пятичастным делением На питающую, чувствующую, воображающую, побывдающую и мыслящую Можно сказать, что эти пять сторон души Можно в каком-то смысле привести в соответствие с трехчастным делением Да, если сказать, что питающая, соответственно, растительная А чувствующая, например, соответствует животной А воображающую и побуждающую отнести к неким изводам Мыслящей души или разумной души Ну, я в прошлый раз про это, по-моему, довольно много говорил Сейчас не будем в это входить Значит, у нас Рамбан, мы это прочитали Он показал, что, в принципе, нужно различать души разных видов Души разных видов, несмотря на как бы некоторое сходство Тем не менее, даже когда мы говорим о вот этих разных качествах души То, тем не менее, у разных видов они различны И по этому поводу он нам привел такой пример Он говорит, в каждом, например, из трех мест Вот три темных места Я вот здесь читаю Мы это читали, по-моему, но еще раз Три темных места На первом зашло солнце, это осветилось место На втором зашла луна, оно осветилось На третьем зажглась свеча, оно осветилось И в каждом из трех мест появляется свет Но причина, источник света Это в первом случае солнце, во втором луна, в третьем огонь И это источник человеческих чувств в душе человека Источник чувств осла Или источник чувств орла Они различны То есть, несмотря на то, что мы можем выделить Чувствующую душу и животных Тем не менее, у каждого вида Это разные квинтэссенции, так сказать, этих самых чувств И нет между ними ничего общего, кроме названия То есть, мы называем чувствующими все эти души Душу орла и душу осла и душу человека Но на самом деле они различны Ну и он подчеркнул, что эта мысль не очевидна, важна И в этом ошибались многие из философов И это привело их к странным взглядам и ошибочным мнениям То есть, когда отождествляется Вот это онтологическое, собственно говоря, деление Оно может привести к иллюзии того Что у человека, например, растительная душа Это примерно то же самое, что растение Или животная душа, то же самое, что животное И против этого Рамбом как раз возражает И дальше он говорит Возможно, мы это тоже прочитали Но вернемся еще раз Возвращаясь к нашей теме О частях души скажу Что питающие части Исходят способность поглощать Удерживать, усваивать пищу Выводить отходы, размножаться и расти И производить себе подобное И разделять смеси на поглощаемое и выводимое Питающая часть ответственна за все, что в тело входит И за все, что из него выходит, грубо говоря Подробное обсуждение этих семи способностей Путей их действия, характеристик их действия Также того, благодаря каким органам Их действия становятся наиболее заметными и явными Какие из них действуют постоянно Какие в определенное время Переваривание пищи Все это относится к искусству медицины И здесь это обсуждение неуместно То есть он, по сути дела, говорит Что вот эта способность души Питающая часть души Это, в принципе, физиология Хотя, может быть, физиология Мы сегодня понимаем и более широкие вещи Но здесь он говорит о В общем, более-менее понятных Каких-то аспектах Жизни человека И есть механизм Или, точнее, есть центр, скажем так Есть центр управления Вот этими всеми органами Которые подчиняются этому центру И, значит, поглощают, удерживают Усваивают, выводят и так далее Размножаются Позволяют размножаться Все это руководится единым центром Который называется чувствующей душой Чувствующая, да, извините Питательная душа Первая – это питательная душа Чувствующая часть Включает пять всем известных чувств Зрение, слух, вкус, обоняние И осязание И оно действует по всей поверхности тела И не имеет специального органа Как первые четыре То есть осязательная способность Не связанных с органами И он кратко, видите, сказал Прочувствующую часть Вполне как бы кратко Мы помним, что, да, несмотря на то, что Мы можем сказать, что и у животных есть Зрение, слух, вкус, обоняние и так далее Но они не такие, да И когда мы говорим, что животное Видит или слышит Или обоняет На самом деле Рамбер упредил нас Что зря мы пытаемся Сопоставлять и сравнивать Эти чувства На самом деле они различны Воображающая часть Помнит Воспринятое ощущениями После того, как воспринятое Уже не влияет на органы чувств То есть помнит то, что было То, что воздействовало на органы чувств Выше перечисленные зрения, слух, вкус, обоняние и седание Да, и сочетает воспоминания Одно из других Или одно с другими Лучше, наверное, было бы сказать Отделяет друг от друга И таким образом строит Из воспринятого новое Которое душа никогда не воспринимала Да и не могла воспринять Например, можно вообразить Железный корабль, несущийся в воздухе Удивительный пример он приводит Или человека, голова которого в небе А ноги на земле Или тысячеглазое животное, к примеру И многое иное невозможное Порождает воображающая часть И изобретает фантазия И в этой связи Эмута Калимы То есть представители Калама Впали в позорное великое заблуждение Которое положило основу Ложному делению на необходимое Возможное и невозможное Они считали и убеждали других Что все, что вообразимо Может существовать Не понимая, как мы уже говорили Что воображающая часть Может формировать объекты Невозможные в реальности То есть воображающая часть Это база данных, условно говоря База данных, в которую складывается Все, что человек воспринимал В этой базе данных Есть самые разные, условно говоря Файлы Воспоминания запаха Воспоминания слухового Какого-то ощущения Воспоминания нюхательного свойства Или зрительного И то, что делает воображение То, что присуще воображению Он может сочетать Эти разные файлы Каким угодно образом Ну и действительно У нас в Каламе Довольно важное положение Вот об этом самом Необходимом Возможным и невозможным Где есть допущение о том Что все, что вообразимо Но возможно Ну Рамбом против этого В частности возражает Да и говорит о том Что еще раз подчеркивает Что мотокалимы Они плохо разбираются В философии В данном случае В психологии Потому что все, что мы читаем Относится к психологии То есть к науке о душе В том числе И несмотря на то Что часть относится К медицине Но тем не менее Все равно это В общем Наука о душе Побуждающая часть Кроме воображающей Есть побуждающая часть Побуждающая часть души Это способность Вожелать нечто Или отвергнуть нечто И среди совокупности Действий Порождаемых ею Есть стремление К объекту Или бегство От него Симпатия Или антипатия Гнев И желание Мужество Страх Отвага Жестокость Жалость Любовь Ненависть И многие другие Подобные душевные проявления То есть побуждающая часть Она ответственна В каком-то смысле За эмоции То есть это По сути дела Проявления самых разных эмоций Которые грубо говоря Так античные Средневековые авторы Полагали И в общем в этом Что-то такое есть То есть они говорят Что грубо говоря Все эмоции Можно свести К тому Что я к чему-то Притягиваюсь Отталкиваюсь То есть в принципе Вот эти два вектора Вектор неприятия Или наоборот Вектор притягивания Это и есть Собственно говоря Различные вектора На которых Нанизываются На них Нанизываются Самые разные Эмоции Самое простое Это симпатия Антипатия Но и гнев Или желание Гнев Это отторжение Желание Наоборот Стремление К чему-то Мужество Тоже Стремление К чему-то А страх Например Наоборот Удерживание Себя Чего-то То есть Вот на этих Двух Движениях Души Собственно говоря Этой самой Побуждающей И все эмоции Построены И все члены тела Инструменты Этих сил К примеру Силой руки Совершается Действие Рукой Силой ноги Силой глаза Служит зрение Благодаря Силе сердца Человек дерзает Или робеет То есть Вот эмоциональная Часть Видите Ассоциируется С сердцем Здесь нужно Заметить Что в Талмудической Например Литературе Сердце Является Вместилищем Разума Как раз А не Эмоции Мурамбома Опять же Вслед за Галеном И Гиппократом Нашими Такими То есть Гиппократ Раньше Гален Позже Но это Такие Признанные Медицинские Светила Которые Про сердце Знали Как бы Больше И Не столько Его мифологически Воспринимали Сколько Научно Скажем так И так Все органы Тела Внешние Внутренние Суть Инструменты Побуждающие И так Нет Вместо Также И так Все органы Тела Внешние Внутренние Суть Инструменты Побуждающие Часть То есть Побуждающая Часть Она Задействует Я Убегаю От чего-то Или наоборот К чему-то Тянусь Разумная Часть Свойственная Человеку Позволяет Понимать Размышлять Изучать Науки Отличать Мерзкое Действие От прекрасного Видите Здесь Мы могли бы Сказать Что мерзкое Действие От прекрасного Это Вообще Так говоря Может быть Побуждающее Потому что Это Неприятие Чего-то Или наоборот Приятие Но нет Рамбом Здесь Говорит Что разумная Часть Души Способна Видимо Каким-то Образом Иначе Иначе Квалифицировать Нечто Как Мерзкое И нехорошее Что-то Как Хорошее То есть По сути Дело Изначение Добра И зла То есть Добро И зло Несмотря На то Что оно Вроде бы Связано Мы могли бы Сказать Связано С побуждающей Частью Поскольку Это тоже Притяжение Отталкивания Но Сферу Этики А это и есть Сфера Этики Понятие Добра И зла Рамбом Относит К разумной Душе И ее Функции Состоят Из практических И теоретических То есть Разумная Часть Может Как бы Заниматься Практическими Какими-то Вещами И теоретическими Практическими В свою очередь Можно разделить На ремесленные И мыслительные Но Имеется Ввиду Что Имеется Ввиду Собственно Говоря Любого Рода Искусство И Мыслительные Это то Что Обеспечивает То или иное Действие Действие Практическое Потому что В практическом Разуме Получается Что Что Есть Тоже Некое Скажем Так Размышляющее Свойство Ну Относительно Того Например Как Как Лучше Сделать Велосипед Изобретение Колеса Это Мыслительное Действие Которое Потом Превращается В ремесленное Сначала Я мыслительно Изобретаю Колесо А потом Собственно Говоря Его строю И вот Постройка Колеса Как его Лучше Сделать Чтобы Не гнулось И так Далее Это Ремесленная Часть А вот Изобретение Самого Колеса Это Мыслительная Часть Ну Тоже Самое Касается Любого Другого Изобретения Конечно Которое Применяется На практике А Теоретические Способности Позволяют Человеку Познать Реальность Ну Здесь Реальности Не меняющие Своей Сущности Это В целом Называется Науками То есть Науки Занимаются Тем Что В каком-то Смысле Неизменно Или по крайней мере Стороной Неизменной Стороной Того или иного Люблина Ремесленные Способности Мы применяем К овладению Профессии Например Столярным делом Замледелием Медицина Или Мореходством А мыслительные Способности Позволяют Человеку Планировать Действия Которые он Совершит Когда пожелает Неважно Исполнимо Это или Неисполнимо Если дело Возможно Он планирует Каким Именно Образом Необходимо Его исполнить Видите Я сказал Что здесь Изобретательность Связана С мыслительными Способностями Рамбан Не говорит Ничего Про изобретательность Говорит Про планирование Но в принципе Изобретательность И планирование Они Держат В одной Сфере В одном Флаконе Это все Что следовало Упомянуть Тут о свойствах Души И знаю Что единая Душа О способностях И частях Которые Рассказаны Выше Подобно Материи А разум Ее форма Неожиданное Утверждение Потому что Он говорил О том Что есть Разумная Часть Души Что значит Что разум Ее форма Ну Здесь Примечание Саши Мало Что нам Дает Форма И материя Основополагающие Понятия Философии Аристотеля Это мы знаем И форма И является Сущностью Всякой Вещи Ну и поскольку Человек С точки Звения Аристотеля Это Сущность Человека Это интеллектуальное Существо Поэтому Его формой Является Разум То есть Мы могли бы Разделять Эти понятия Как например В кантовской Философии У нас есть Понятие Рассудка И разума Это разные Понятия Мы могли бы И здесь тоже Пытаться Разделить Их Весь интеллект Как Как нечто Общее Что характеризует Человека Как Некое Сущность Человека А есть Разумное Свойство Души Или Мыслительное Свойство Души Но здесь Получилось Так Что В переводе Саши Он Называет И часть Души Разумной И разум Как форма Я не проверял Сейчас В данный Момент Потребляется Или там Один и тот же Один и тот же Корень Или нет Один и тот же Арабский Корень Ну Это можно Проверить Но Мы понимаем Что это Не одно и то же То есть Разум Как форма Это не то же самое Что разумная Часть Души И если же Недостает Душе Формы Разума Тогда Потенциал Принятия Разума В ней Остается Бесполезным Словно Существующим Напрасно И об этом Сказано И душа Безразумения Нехороша Где это сказано Это сказано В Мишли Так Говорит Шлома То есть Существование Души Не обретшей Формы Оставшейся Безрассудной Тоже Коннотация Слово Безрассудное Может быть Очень хорошая Здесь Видите И слово Рассудок И слово Разум И слово Интеллект У нас В данном Случа Ну это я Собственно Как редактор Должен был Отследить И развести Все эти вещи По-видимому В силу тех или иных обстоятельств Я этого не сделал Поэтому у нас Нам приходится На интуитивном Как бы уровне Самостоятельно Разделять Как бы эти вещи И что значит Остается Безрассудным То есть имеется Имеется ввиду Что Если Вот эта Самая Форма Про Материю И форму Я уже Говорил По-моему Неоднократно Но давайте Повторим Саму идею Да Идея того Что есть Нечто Да Из чего Собственно говоря Строится Та или иная Сущность Есть форма Которая Является Сущностью Этой Сущности Я извиняюсь За Некоторую Тавтологичность То есть Есть сущая То есть Есть некий предмет Или есть некий объект По-разному Опять же Можно это все называть И вот у него Есть с одной стороны То из чего он И то что он Да Из чего он И что он Вот что он Это И есть Собственно говоря Его Главное определение Главное определение Стула Это то На чем можно сидеть Да То есть По сути его функции Ну и так далее Да То есть Это касается Любых Других Предметов Или Вещей В этом самом Нашем подлунном мире Но То что касается Живых существ То в них Форма Всегда оказывается В виде Некого потенциала То есть Есть То из чего они Есть то К чему они Должны Прийти И чем стать И вот этот Процесс Называется Интелехия Для Аристотельской Философии Он очень важен То есть Становление И Коль скоро Человек является Интеллектуальным Существом Это его Собственно Что он Это Интеллектуальное Существо И если Он Не достигает Да Вот этого Своего состояния По разным причинам Да Например Много пьет Да Или Ну или Или что-то с ним Не то Да При рождении Получилось И так далее То есть Он Не реализует И тогда Собственно говоря Он Как Здесь Сформулировано Душа Не обретшая Формы И оставшиеся Безрассудны То есть В этом смысле Не реализовавшие Своего Разумную Составляющую Это Нехорошо Однако Здесь Неуместно Обсуждение Форм Материи Числовидов Интеллекта И путей Их обретения Излишнее В нашем разговоре О моральных Качествах А уместно В книге О пророчестве Которую Мы Упоминали Ну Давайте Прочитаем Это Примечание Об этой книге Которую Собирался Написать Рамбом Он Свидетельствует Позднее Вовведение Путеводителей У Растерянных И говорит Что мы Обещали Посвятить Разъяснению Этих Удивительных Приметов Книгу Пророчеств И Некоторая Часть Была Написана Но Нас Не удовлетворили Наше Разъяснение Кое Мы Начали Составлять И Книга Так И не Была Написана Поэтому Что Рамбом Хотел Там Сказать Мы Можем Только Догадываться Но Догадаться Об этом Не так Сложно Вот он Говорит О том Что Обсуждение Форм Материи Числа Видов Интеллекта Имеется Ввиду Что Имеется Ввиду Стадии Благодаря Которым Собственно Говоря Человек Приходит К реализации Вот этой Самой Своей Формы Интеллектуального Существа Есть разум Потенциальный Есть разум Приобретенный Есть разум Актуальный Это Не Рамбом Придумал Есть Целая Традиция Комментирования Трактатов Аристотеля Восходящая К Александру Афродисийскому И подхваченная Арабскими Аристотеликами В Альфа-Арабе Мы это находим В Альфа-Арабе Есть такой Трактат Который Так и называется Трактат О понятии Интеллект Где Собственно говоря Вот эти Этапы Этапы становления Человека Как разумного Существа И соответствующие Стадии Разумности Что ли Так можно сказать Да Он описывает И Рамбом В общем В путеводителе Растерянных Мы видим Что он следует За За Альфа-Арабе В этом смысле Ну и он Ссылается Но он Он говорит Я здесь Сейчас Рассказывать Это не буду Почему Потому что На самом деле Это Вот эти Этапы Становления Разума Они не имеют Отношения К чему Как он говорит Они неуместны В нашем разговоре О моральных Качествах А коль скоро Он воспринимает Перке Вот как Трактат Который говорит О моральных Качествах Поэтому Он говорит Я сейчас Не буду Говорить Про вот это Становление Человека Разумного Который В итоге Может достичь Если он Достигает Интеллектуального Совершенства Он обретает Пророчество То есть Пророчество Связано По крайней мере С этим Интеллектуальным Совершенством Вот этой Конечной Стадии Развития Человека Его Или Реализации Его формы Квализации Его формы Поэтому Об этом Нужно говорить В других Местах А здесь Мы об этом Говорить не будем То есть Для него Достаточно Пока Вот этого Наброска Относительно Свойств Души Который Он считает Необходимым Предпослать Пока он Еще не Перешел К сути дела К моральным Качествам И так далее Пока говорит Что вот это Нужно знать То есть Он по сути Говорит Следующее Психологию Но хотя бы Вот в таком Объеме Необходимо Знать Прежде чем Мы начнем Читать Трактат Саша Здесь пишет Объемный Комментарий Когда Видит Книжка Вы Почитаете А мы Переходим Ко второй Главе Если У вас Нет Вопросов По первой Переходим Второй 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 О дефектах Сил души И распознавания Частей В ней В которых Находится Достоинство Или Недостаток То есть Получается Что он Говорит Вот я Силу души Вам Рассказал Теперь Давайте Посмотрим Что Может Не Работать И что Собственно Говоря Может Восприниматься Как Достоинство Души Или Как Недостаток Души Знаю Что грех Или бунт И покорность Заповеди Могут Находиться Только в двух Частях Души Чувствующие И побуждающие Видите Вот эти Чувствующие И побуждающие Части Души Они Как раз Те Что Как бы Не имеют Отношения К растительной Животной Разумной Они Являются В каком-то Смысле Такими Соединяющими То есть Своего рода Как их Называть Маклерами Определенного Рода То есть Они Связывают Что-то С чем-то Возможно Вот Те Самые Три Части Души Которые Хорошо Выделить С точки К зрения Онтологические То есть Чувствующие И побуждающие И вот Рамбом Говорит Что Как раз С этими Двумя Частями Души Связан Грех Или Наоборот Покорные Заповеди И только В этих Двух частях Все грехи И исполнения Заповедей В питающей И воображающей Частях Нет Ни подчинения Ни бунта Потому что В них Не действует Ни осознание Ни воля То есть Человек Не может Сознательно Приостановить Эти функции Или ограничить В определенном Действии Раз Ты не знаешь Что эти Две части Питающая И воображающая Действует И во время Сна В отличие От других Частей Души Действительно Переваривает Пищу Там Происходят Всякие Физиологические Процессы Независимо От него Точно Так же Воображение Говорит Рамбом Оно Тоже Действует Как бы Независимо От Человека Что-то Соединяется Какие-то Файлы Какие-то Разъединяются Что-то Нам снится Что-то Нам мнится Но В отношении Разумной Части Возникает Растерянность Ну Или Вариант Сметения Однако Я скажу Что Есть И в этой Части И послушание И бунт Например Принятие Неверной Идеи Или Принятие Верной Идеи Но Нет В этой Части Действия Которое Мы могли Назвать Заслугой Или Грехом То есть Получается Что На уровне Идей Нет Понятия Заслуги Или греха Это на самом деле Ну Такое Важное Очень Нетривиальное Утверждение Которое Кроме всего прочего Создает Определенного Рода Парадокс Внутри Самой Системы Мысли Рамбом Сейчас Я Это Поясню То есть Если Мы Говорим О Иудаизме Пармудическом Предположим Пармудический Иудаизм Действительно Не Предписывает Человеку Что Он Должен Думать Что Думать Нигде Не Сказано Нет Догматики Нет Утверждения О том Что Ты Должен Верить В это Либо Это Даже Верить Здесь Принятие Верной Идеи Или Принятие Неверной Идеи Это Собственно Говоря Что Вот Я Я имею Такую Идею Так Вот В Талмудическом Иудаизме Этого Нет А Что С Рамбом А С Рамбом Происходит Несколько Иная История Он Как раз Является Отцом В каком Смысле Еврейской Догматики Мы Читали В Притисловии К Перек Элик Как раз 13 основ Веры 13 основ Веры Это Что Это Определенного Рода Идеи Эти Идеи Которые Человек Принимает И Он Их Либо Принимает Либо Не Принимает Что Рамбом Сказал Рамбом Сказал Что Если Он Принимает То Он Иудей Если Он Их Не Принимает То Он Не Иудей Но Правда Он Не Говорит По В Либо Назвать Заслугой Или Греком То Есть Что Бо Я Не Думал Все Что У Меня В Мыслях Происходит Это Не Заслуга И Не Грех Правильные Идеи У Меня Или Неправильные Идеи У Меня Я Не Неправильник И Негрешник Если У Неправильные Идеи Я Негрешник А Если Правильные Идеи То Я Неправильник Еще Потому Что Необходимо Действовать И Это Действительно Очень Хорошо Согласуется С Таламудическим Малдаизмом Но Если Мы Рассмотрим Мишню Тору Которую Мы Еще Не Читали Нам Предстоит Кратко Мишна Тора Первая Книга Называется Книгой Знания И Поскольку Это Кодекс Иврейского Закона Тогда Получается Что С точки Зрения Рамбома Книга Знания Она Регламентирует В каком Смысле То Что Я Должен Думать В каком Смысле Получается Что Это Тоже Заповедь Если Я Нарушаю Думаю Не Так То Значит Получается Что Я Грешник А Здесь Он Говорит Что Нет Поскольку Нет Действия То Нет Ни Заслуги Ни Греха Поэтому Я Не Назвал Разумную Часть Среди Тех Двух Что Назвал Выше В которых Есть Преступление И И Исполнение Заповедей Что Касается Достоинств То Их Два Рода Ну Вот Я Сейчас Этот Вопрос Я Оставляю Открытым Когда Мы Перейдем К Мишне Тора Мы Рамбан Сферу Идей И Мыслей Сферой В которой Можно Говорить О Грехе Или О Заслуге Какой-то Понятно Что Например В христианстве Как раз Именно Это Я 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 Не Я Я Я Ни На Что Не Гожу Интересно То Что В Исламе И В Исламской Теологии Вот Этот Вопрос Он Обсуждался Является Ли Неверующий Грешник Здесь Мне Конечно Следовало Добавить Об этом Какое-то Примечание Я Не Добавил Я Ставил Только То Что Написал Саша Саша Написал следующее. Эта мысль может быть не очевидна в рамках культур, где видят грех не только в поступке, но и в мысли или чувствах. В иудаизме же заповедь и грехи, за малым исключением, совершаются действием. Даже нарушение запрета не наказуемо, если не было действия псахим. То есть он нас отсылает к талмудическому взгляду, где действительно мысли, чувства и так далее, они не могут квалифицироваться, даже кавана, то есть намерение, не может квалифицироваться как праведное или наоборот грешное деяние, потому что нет деяния, только задеяние. Оставим этот вопрос до Мишны Тора, не забудьте его, если я забыл его задать, все-таки считал Иран сферу мыслей действительно нейтральны по отношению к заслугам и грехам или нет. Но мы продолжим дальше. Он говорит о том, что что касается достоинств, то их два. Достоинств человека. Моральные и интеллектуальные. Соответственно, недостатки. Это касается достоинств и недостатков чего? Души. Для него сейчас важно моральные. Тема морали для предисловия Капер Киевот является основополагающим. Он говорит, что в принципе у нас есть два типа недостатков души. Они могут быть либо моральными, либо интеллектуальными. То есть несмотря на то, что заслуги и грехи они относятся только к действию, а вот достоинства и недостатки как раз могут относиться к моральным или интеллектуальным качествам души. Среди интеллектуальных достоинств, находящихся в разумной части, это мудрость, то есть наше знание дальних и ближних причин существования исследуемого объекта, а также разум один из видов которого теоретически и им мы обладаем от природы, в нем врожденные концепции, а другой приобретенный разум, вот он не стал там говорить про этот приобретенный разум, а здесь говорит, и не место тут говорить о нем, но еще раз говорит, что я не буду, а еще проницательный и совершенный ум, то есть способность воспринимать идею мгновенно, быстро или за короткое время. Пороками же этой силы души является их недостаточность или противоположность. Ну, то есть человек тормозит, если он не исследует или не знает ни дальних, ни ближних причин существования того или иного объекта, то есть он получается недостаточно мудр, и видим, что когда он говорит о врожденных способностях, то есть они по идее должны быть у всех более-менее одинаковые, есть приобретенный разум, это несколько более высокий уровень, ну, а есть просто проницательный и совершенный ум, есть непроницательный и несовершенный есть те, кто понимает быстро, есть те, кто понимает медленно, это понятно, это относится вот к этой самой разумной интеллектуальной части души, но достоинства моральные находятся в побуждающей части, видите, теперь он собственно назвав нам достоинства недостатки разумной души, он теперь говорит о моральных достоинствах, моральные достоинства находятся в побуждающей части, а часть, чувствующая, лишь служанка, побуждающая в этом. И достоинства этой части, то есть моральные, весьма многочисленны. Например, воздержание, щедрость, справедливость, умеренность, скромность, довольство малым, храбрость, махостердечие и так далее. А недостатки этой части – суть отсутствия вот этих самых указанных достоинств или их чрезмерность, то есть я чрезмерно щедрый или чрезмерно предаюсь воздержанию, или чрезмерно храбрый, или чрезмерно мягкосердечный, то есть либо у меня не хватает чего-то, либо у меня слишком много этого. И то, и другое является недостатком. Это знаменитая концепция золотой середины, которая, собственно говоря, в этике Аристотеля является очень важной. То есть вот это, если воздержание, то не совсем воздержание, воздержание, щедрость, нерасточительность, если справедливость, то непридирчивость, ну и так далее. Но при этом любопытно то, что он относит это к побуждающей части. То есть побуждающая часть, она связана с тем, что он говорил, что, например, грехи, они находятся вот в этой самой грехи. И давайте вернемся. Покорность заповеди или бунт в двух частях находится, чувствующий и побуждающий. И теперь он говорит про моральные качества. Моральные качества как раз находятся в побуждающей части, а чувствующие – это служанка. То есть они как бы вместе, побуждающая и чувствующая часть души, обеспечивают либо моральные качества прекрасные, достоинства, либо недостатки. И, в частности, это связано с грехом или, наоборот, с держательностью. Да. Ирифтова, не ах шав безум, если шеур. Ирифтова, не ах шав безум. Моральные достоинства и моральные недостатки, они находятся там же, где, собственно говоря, человек может совершить грех и наоборот. Что же касается питающей и воображающей частей, нельзя утверждать, что в них есть недостатки или достоинства. Можно лишь сказать, что питательные функции исправны и работают надлежащим образом или ненадлежащим образом. И, например, говорят, что пищеварение человека хорошее или не работает или испортилось. Или что воображение человека не обуздано или ясно. Это не означает, однако, что в них есть добродетели или пороки. Нет во всем этом ни достоинства, ни недостатка. То есть и воображение, и питательная часть, угрожающая часть, питательная часть, они не имеют отношения к добродетелям или порокам. Вот и все, что мы хотели включить в эту главу. Значит, мы видим, что первая глава этой части души, вторая говорит о достоинствах и недостатках той или иной части души. И в частности, он говорит о том, к каким частям относится грех или, например, оборот исполнения заповедей. И в том числе отмечает, что моральные качества связаны с побуждающей частью души. Ну и частично с чувствующей, поскольку она является служанкой побуждающей. То есть она подчиняется в каком-то смысле побуждающей части души. По крайней мере в том, что касается вот этих самых моральных качеств. То есть это еще один такой предварительный заход рамбома для того, чтобы перейти, собственно говоря, к обсуждению достоинств моральных. Переходим к третьей части. А можно вопрос? Конечно. А вот, получается, душа имеет почти те же качества, как и тело, да? И пищеварение там, и... Нет, не имеет. Душа не имеет таких качеств, как тело. Совсем нет. Когда речь идет о питательной способности души, я уже подчеркнул это. То есть речь идет об определенном центре, условно говоря, который ответственен за все то, что происходит у меня с телом. Пищеварение, выделение, ну и так далее. Все это телесные свойства. Эти телесные свойства управляются с точки зрения аристотельской психологии, управляются душой. Что значит управляются душой? Ну, то есть есть некий центр управления этими процессами. Этот центр управления, он находится в душе. То есть в душе есть, условно говоря, вот как Рамбер нам сказал, да, есть три или пять центров управления. Спасибо. Да. Еще вопросы по этой части? Пока нет. У меня нет. Хорошо. Значит, тогда третья часть. О болезнях души. Говорили древние, что душе присуще здоровье или болезнь. Как и телу присуще здоровье или болезнь. То есть, по сути дела, он в самом начале нам сказал, да, что такое трактатовод. Трактатовод он о врачевании души. Так же, как с телом нужно как бы быть осторожным и так далее. Медики занимаются лечением тела, но можно заботиться и о здоровье души. Здоровье души проявляется в том, что ее свойства и свойства всех ее частей соответствуют постоянному и непременному творению блага и добрых дел и благородных поступков. А болезнь души проявляется в том, что ее свойства и свойства всех ее частей соответствуют постоянному и непременному творению зла и вреда и отвратительных поступков. То есть, на самом деле, проявление здоровья души, оно в поступках в конце, в конце-то концу, да. То есть, все части души работают более-менее нормально. Тогда человек, значит, творит добро, добрые дела, благородные поступки. А если с душой что-то не так, то он начинает совершать всякую роду ерунду, вред и отвратительные поступки. Но обратимся к метафоре, чтобы понять дальнейшее. Здоровье, тело и болезнь исследуют медицина. Телесно больные в силу повреждения органов чувств могут принимать сладкое за горькое. А горькое за сладкое прекрасное представляется им безобразным. И разгораются в них страсти, и получают они великое удовольствие от того, что не доставляют удовольствия здоровым. Более того, они получают удовольствие от того, что вредит им. Например, едят глину, или уголь, или землю, или очень едко, или очень кисло, и прочее, из того, что здоровье есть бы не пожелали. Побрезгивали бы им. Ну, поскольку мы имеем дело с мусульманской культурой, да, здесь Рамбов ничего не говорит про алкоголь, а мог бы сказать, что это ребята, да, некоторые начинают поглощать то, что вообще, так говоря, здоровый человек, конечно, никогда бы не взял в рот, например, водку. Да, ясно, что это непонятная история, но они типа пьют и говорят сладкая водочка, да, на самом-то деле она горькая. Вот они принимают сладкое за горькое, горькое за сладкое, например, да, но это то, что касается здоровья тела. Так же и больной душой, то есть злодей, носитель пороков, в обножественном числе, да, кажется им зло добром, а добро злом. Ведь злодей всегда преследует злые его истинные цели, но воображает в силу болезни души его, что они хороши. Здесь удивительно определение злодея, да, то есть на самом деле злодей, получается, что злодей это тот, кто делает с его точки зрения, делает добро. Ну, просто поскольку он больной душой, ну, душа больная, на самом деле он делает зло, хотя полагает, что делает добро. Мы могли бы, конечно, подумать о другом определении злодей, да, злодей знает, что он делает зло, и это как раз злодей. Тот, кто делает добро, ну, пусть субъективное, может быть, злодеем нельзя назвать, потому что он-то думает, что он делает что-то хорошее. Рамбом определяет, мы видим это иначе, да, он говорит о том, что на самом деле происходит аберрация, и злодей это тот, кто действует вроде бы ради добра, но поскольку с ним что-то не так, с его душой, на самом деле он творит зло. Больные, знающие, что они больны, но не владеющие искусством медицины, спрашивают врачей. Те сообщают, что следует делать, и запрещают им то, что они считают приятным, и заставляют их принимать неприятные, горькое, исцеляющее их тела. И тогда они смогут выбирать хорошее и брезговать отвратительное. То есть с врачами все понятно, да, то есть больной приходит, говорит, вот что-то со мной не так, и врач ему дает соответствующее лекарство. Точно так же тем, чья душа больна, следует спрашивать мудрецов. Мудрецы, получается, это врачеватели душ. А они и есть врачеватели душ. И они предостерегут вот этих самых больных от тех пороков, которые эти больные считают благами. Исцеляют их искусством, позволяющим лечить моральную сторону души. Что будет объяснено в следующей главе. Но те из больных душой, что не чувствуют своей болезни, полагая ее здоровьем, или чувствуют, но не лечатся, кончат тем, чем обычно кончает больной, который следовал своим прихотям, не лечился, он без сомнения пропадет. А вот те, кто чувствуют болезнь и не лечатся, сказала таких правдивая книга. Он, услышав слова этого заклятия, благословит тебя в сердце своем, думаю, у меня все будет благополучно, хотя я буду поступать по прихоти сердца моего. А это что у нас? Это у нас книга, говорим. То есть такие намерены насытить свою жажду, но только добавляют себе жажды. Они чувствуют болезнь, но не лечатся. И болезнь усугубляется, пробу говоря. А тех же, кто не ощущает себя больными и воспринимает себя как само совершенство, сказано, путь дурака прям в его глазах, а кто слушает совета – мудрец. То есть мудр тот, кто слушает совета – мудреца, который указывает ему воистину прямой путь, а не тот, который дурак считает прямым. И сказано, есть путь, который кажется прям пред человеком, но конец его – путь смерти. И сказано, а те, кто болен душой, не знают, что им во вред, а что на пользу, путь нечестивых, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Но искусство врачевания нужно будет содержанием четвертой главы. То есть тоже коротенькая глава, логика очень понятна. Вот части души, вот те части души, которые ответственны за моральные качества души. Теперь по поводу болезни души и здоровья души. Болезнь души – это извращение морали, а здоровье души – это нормальная мораль. Да, по поводу водки Женя написала, что водки не было, да, это было водки. Четвертая глава – о лечении болезни души. Собственно говоря, это в каком смысле является центральным баллом. То есть он считает, что перкея вод, поскольку это трактат мудрецов, это трактат мудрецов, которые являются врачевателем души. И они, по-видимому, в этом трактате, ну, некоторые рекомендации для тех, кто болен душой, предложили. Ну, посмотрим, что Рамбом пишет о лечении болезни души. Добрые действия – это действия сбалансированные, посредине, между двумя крайностями. К этому я уже сказал, в этом чуть-чуть опередив самого Рамбома. Это путь золотой середины. Обе из которых суть – зло. То есть крайности всегда зло. Одно избыточно, другое – недостаточно. А достоинство – это свойства души и привычки, находящиеся посередине, между двумя дворными свойствами. Одно из которых избыточно, а второе – недостаточно. И из свойств этих происходят вышеупомянутые действия. Пример тому – воздержанность. Есть среднее свойство между сладострастием и ангидонией. Что такое ангидония? Посмотрим. Неспособность получать удовольствие. Это следует из самого названия. Ангидония – отолчение удовольствия. Ангидония – невозможность получать. И вот воздержанность – одна из добродетелей. И свойство души, ведущая к воздержанности, является одним из похваленных моральных свойств. И вот сладострастие – это одна крайность. А полная ангидония – вторая крайность. И обе крайности – очевидно зло, также и свойства души, вызывающие их порочность. То есть есть некие проявления. Эти проявления, которые связаны с крайностью, они являются нехорошими. Но они нехорошие почему? Потому что, на самом деле, есть что-то в душе, что вызывает поведение человека или его влечение к одной из этих крайностей. Сладострастие и избыток страстности ангидония – ее недоставлено. Но оба эти свойства – это моральные дефекты. И также щедрость есть средняя между жадностью и расточительностью. А мужество – средняя между безрассудством и трусостью. А веселость – это средняя между наглостью и скованностью. А скромность – это средняя между гордыней и самовничижением. А неприхотливость – это средняя между стяжательством и ленью. А воздержанность средняя между вспыльчивостью и холодностью. Воздержанность у нас уже была, да? Тут есть другого типа воздержанность. А застенчивость средняя между бесстыдством и крайней стыдливостью. И так далее. Не все следует называть именами, когда уже все ясно и понятно. И многие люди ошибаются, считая одну из крайностей похвальной и одним из высоких достоинств души. Например, безрассудство считают достоинством, а безрассудных – героями. И, видя, как кто-то проявляет совершенно безрассудную готовность к самопожертвованию, бросается навстречу опасностям, осознанно полагаясь на то, что случай спасет его, его восхваляют и говорят ему, что он мужественный. Есть и такие, кто называют человека с холодной душой, сдержанным, а лентяя неприхотливым, не ощущающим удовольствия, отчего его зовут аскетом. Тот, кто не ощущает удовольствия, его иногда называют аскетом. И точно так же сочтут расточительность и манерность за достоинство. Не знаю, какое слово перевел Саша, как манерность. Сейчас почему-то меня это немножко... Да, это очень странно, это манерность. Да, манерность здесь очень странная. Ну, я, как мы видим, не исправил свое время. Сейчас уже поздно, книжка выйдет уже с манерностью вместе. А что это такое, в данный момент уже поздно смотреть. Ну, я посмотрю, может быть, вам в следующий раз расскажу, что было манерность. И все это ошибочно, по-настоящему похвально середина. И в нее должен человек ориентироваться и все деяния свои направить к середине. Ну, деяние-то он должен направить к середине. Но чтобы направить деяние к середине, ему необходимо, чтобы центр управления полетами, а именно в душе, какой центр управления полета, побуждающая часть души, работала исправно. Знай же, что эти достоинства и недостатки в чертах характера приобретаются и усиливаются только практикой. Повторением одних и тех же действий, связанных с определенной чертой множество раз в течение длительного времени. Вот мы приходим теперь к врачеванию этих самых качеств души. Можем было бы подумать, что нужно, собственно, работать с этим самым центром управления. Собственно говоря, с побуждающей частью души. Как работать? Ну, у нас сегодня есть там коучи, психотерапевты и так далее, которые как раз работают с этим. Рамбом еще не было водки, но не было и психотерапии. Поэтому Рамбом говорит, нет, это на самом деле врачуется действием, как это ни странно. И когда привыкнет человек к ним, к этим действиям, если бы это добрые дела, приобретет он соответствующее достоинство. А если действия были скверными, то он приобретет порог. То есть пороки и достоинства приобретаются за счет привычки к определенного рода действиям. То есть вот это управление полетами зависит от того, каким действиям я приучен. И поскольку изначально человек не имеет достоинства или пороков, как будет объяснено в восьмой главе, он несомненно привыкает с детства к тому, как ведут себя члены его семьи и жители его города. Иногда эти свойства средние или крайние, преувеличенные или преуменьшенные, как объясняли мы выше. Мы видим, что по сути дела получается, что рамбома социум формирует либо извращенную мораль, либо ту, какую нужно. Почему? Потому что на самом деле человек привыкает к определенного рода действиям, и так складывается его управляющая часть, побуждающая часть его души. И случается так, что вот уже больна душа, и следует ему поступать, как принято в медицине, если тело вышло из равновесия. Мы смотрим, в какую сторону отклонилось и сместилось, и действуем в противоположном направлении, пока не вернется оно в равновесие свое. А когда уравновесится, удалимся от применения крайности и снова вернемся к тому, что удерживает его в равновесии. И так же мы поступаем с чертами характера. Кто мы? Сейчас он неожиданно перешел на мы, потому что он сам мудрец или врачеватель душ, и может давать какие-то рекомендации. Если мы видим, что человек уже приобрел определенное душевное свойство, например, очень экономит на своих расходах. А это один из пороков души. Поведение такое скверное, как мы объясняли выше, то есть он скупердяй. Такому больному мы не велим вести себя щедро, как больному с жаром не может быть прописано нейтральное средство. Но должны прописать скупому, чтобы он вел себя расточительно, раз за разом. То есть мы ему не рекомендуем придерживаться средней линии, коль скоро он уже скупердяй. Скупердяй. Уже извращенный. У него извращенная душа, вот эта побуждающая часть извращена, и он скупердяй. И мы не пытаемся его привести к середине, которая называется щедрость, а начинаем ему выписывать расточительность. И вот он ведет себя расточительно. И пусть повторяет расточительное поведение, пока не покинет его душу черта, которая вызывала в нем скупость. И таким образом, да, вот это скупердяйство из него постепенно выветривается. Когда же сам он станет расточительным или подойдет близко к тому, тогда мы отмениваем уличение расточительства и велим им постоянно вести себя со щедростью. Ну, здесь нужно держать руку на пульсе, да, потому что, ну, сказали человеку, давай становись расточительным, был скупердяем, давай трать деньги направо и налево. Вот он стал расточительным, но он же может переместиться в другую крайность, то есть действительно превратиться в расточительную. Поэтому его, видимо, каждую неделю проверяют. Ну, как? Что там у тебя? Как? Не знаю, правда, как его проверять. Ты стал расточительным или не стал? Скупердяй, не скупердяй. Ну, в общем, типа, врачеватель душ должен увидеть вот эту самую границу, когда, значит, человек уже перебарщивает с расточительностью и сказать ему, нет-нет-нет, все, хватит. Расточительностью мы тебя больше лечить не будем. Ну, давай теперь веди себя как щедрый человек, а щедрый человек – это середина, да. На русском можно перепутать щедрость с расточительностью, да, но здесь у рамбома имеется в виду, что это вот это срединное свойство, да, то есть человек и не расточительен, и не скуп. Ну, точно так же мы могли бы сказать, если, наоборот, человек расточительен, то мы ему будем выписывать скупердяйство, скажем, ну, давай, экономь на всем там и так далее. Но чтобы он не превратился в скупердяя окончательно, тоже на определенном этапе отменим это лечение. И пусть будет щедрый, не прибавляя и не убавляя. И так же, если мы видим человека, который расточительным, назначаем, он многократно поступает так, как поступает скупец, но не столь много, как велели скупому поступать расточительно. Здесь есть нюанс. И это тонкость, мастерство лекаря, его секрет. Ведь привести человека от расточительности к щедрости легче, чем от жадности к щедрости. Также легче безразличного к наслаждениям привести к воздержанности, чем сладострасного к воздержанности. Поэтому сладострасного мы назначаем больше упражнением воздержанности, чем безразличным к наслаждению. И предпишем трусливому вести себя безрассудно в большей степени, чем безрассудно мы велим вести себя трусливо. И будем приучать самоуничижающегося к высокомерию в большей степени, чем высокомерного к самоуничижению. И таков закон излечения черт характера. Запомни его. Здесь нет симметрии. Есть крайности более трудные. И мы видим, что более трудные, несмотря на то, что это выглядит как симметричность, расточительность и скупердяйство. Ну нет, он говорит, они симметричные вещи. Скупердяйство в каком-то смысле от середины дальше. И поэтому нужно со скупердяем работать более усиленно. А расточительного привести к щедрости легче. Ну и остальные качества то же самое. То есть они асимметричны. Поэтому праведные не настраивали свойства своей души ровно на середину. Спектра от крайности до крайности. Но отклоняли малым отклонение в сторону избытка или недостатка ради предосторожности. Например, от воздержанности они отклонялись немного в сторону равнодушия к удовольствию. Немного равнодушия к удовольствию. А от мужества в сторону безрассудства. Чуть-чуть. От серьезности к степенности. От скромности к самовничижению. Чуть-чуть к самовничижению. И так далее. И есть на это намек. На вот это отклонение внутрь от границы закона. То есть это Лифним Мишурат-1. Тоже не очень удачный перевод. Внутрь от границы закона. То есть за пределами закона. То есть в еврейском законе есть такое понятие Лифним Мишурат-1. То есть это сверх того, что предписывает закон. И Рамбом связывает вот это Лифним Мишурат-1. Вот это самое. Поступок сверхзакона он связывает с поведением праведников, которые немножко уклоняются в ту сторону, которая является как бы более близкой к середине. Если мы говорим про симметрию, то есть нечто, что слишком далеко от середины. А есть другая сторона, которая чуть ближе к середине. Вот к этой более близкой они чуть-чуть отклонялись, несмотря на то, что это вроде бы отклонение к крайности. Но такое отклонение к крайности, оно позволяет как раз, видимо, соблюдать эту самую серединность. Потому что, в принципе, та другая крайность, она более агрессивно себя ведет по отношению к человеку. И некоторые праведники в определенные времена отклонялись в сторону крайности. Постились, не спали ночью, отказывались от мяса и вина, долялись от женщин, одевались в грубую шерсть в мешковину, жили в горах, отшельниками в пустыне. Все это они делали исключительно в качестве лечения души, как мы объясняли. А также уединялись из-за испорченности жителей своего города, глядя на которых, они видели, что и сами испортятся от встречи с ними ввиду поведения оных. Не понимали, что само это общество испортит их характер. И потому уходили из этой среды в пустыне, места, где нет донных людей, как говорил пророк, кто бы поместил меня в пустыне. А глупцы, когда видели поведение этих праведников и не знали их намерения, считали, что такие крайние формы поведения сами по себе хороши и старались вести себя так же, надеясь уподобиться этим самым праведникам, то начинали истязать свое тело разными мучениями и думали, что обретают достоинство и делают благо. И думали, что это приближает их к Творцу, словно Творец ненавидит телесное и желает его погибели и уничтожения. И не знают они, что эти деяния скверны, которые ведут только к ущербам души. Тут есть красивый пример. Он говорит о том, что да, мы можем найти праведников, которые вроде бы отклонялись в сторону крайности, но они отклонялись в эту сторону не для того, чтобы жить в рамках этой крайности. Это была временная мера для излечения души. То есть они ощущали себя больными, предположим, например, обзорами. И тогда они отказывались от мяса и вина, и они чувствовали в себе сладострасть. И тогда они отказывались от женщин. Но это все было временное явление. Они не собирались, собственно говоря, так жить, а просто этими действиями пытались исправить качество своей побуждающей души. А всякого рода идиоты решили, что это на самом деле правильная жизненная стезя. И стали предаваться аскетизму или самобичеванию, считая, что это само по себе правильный путь. И это, на самом деле, с точки зрения рамбом, в общем, такая же болезнь души, как и противоположная вещь. И искусный врачеватель дает опасные снадобья умирающим. Прекращает давать ему питание. И излечивается тот от болезни. И исцеляется великим спасением. Глупец видит это и рассуждает. Если это помогало больному, тем более поможет здоровому улучшить свое здоровье. И если начинает вести себя согласно предписаниям, которые были даны умирающему, он наверняка заболеет. Может, и даже умрет. Также и души этих глупцов, подражающих праведникам аскетизме, будут больными, если они станут применять лекарства, когда они здоровы. То есть, если у тебя все нормально, то не нужно поститься и отказываться от женщин и все остальное. То есть, если ты пытаешься таким образом действовать, то душа твоя придет в состояние больного. И совершенная Тора ведет нас к совершенству, как свидетельствовал о ней, знающий ее. Тора Всевышнего совершенно умудряет простака, успокаивает душу. А это царь Давид имеется в виду. Цитата из Псалма. Тора не заповедовал нам ничего из этих аскетических практик, но ведет нас естественным серединным путем, чтобы человек ел умеренно то, что ему можно, пил умеренно то, что ему можно, вступал умеренно в близость с той, которая разрешена ему и жил с людьми праведно и справедливо, а не уединялся в пещерах и в горах и не одевался в мешковину. Кроме всего прочего, здесь суфизм, конечно, играет определенную роль. Некоторые еврейские мыслители были близки к этому, тот же сам Бахебен Пакуда. И Рамбом наверняка слышал о серединном пути от азиатских купцов. Ну, не только от азиатских купцов, конечно, в том числе, возможно, но это просто в каком смысле цитата Аристотеля. Аристотель говорил о «Золотой середине» в своих этических трактатах. Так вот, он говорит о том, что Тора как раз и ведет нас вот этим самым серединным путем. И мы тем самым можем сохранять нашу душу в здоровом состоянии. Ну, если, конечно, мы не воспитывались в каком-то извращенном обществе, в каком-то городе, который нас приучил черт знает к чему. Тогда нужно начинать лечение какое-то. И предостерегает нас предание, говоря об Аскете, и скупит его от греха по отношению к душе. Не очень понятная цитата. И спрашивает, перед какой же душой он согрешил? Перед своей душой тем, что отказался от вина. А если тот, кто мучает себя отказом от вина, нуждается в искуплении, тем более тот, кто отказывается от всего остального. А если уж про отказывающегося от вина, имеется в виду Назируд, да, сказано это. И Назир, он действительно и в талмудических источниках является амбивалентной фигурой. То есть это неоднозначно хорошо. Человек принимает на себя какие-то дополнительные ограничения. И мудрецы и талмуды по-разному к этому относятся. Ну вот и Рамбам говорит о том же самом. Говорит о том, что все эти дополнительные, так сказать, накладывания, обязательства, которые человек на себя накладывает, ограничения, они нужны лишь в том случае, если выявилась определенного рода болезнь души. А в предании пророков наших, передающих Тору нашу, мы видим, что направляют они людей к равновесию, к сохранению душ и тел, как и обязывает Тору. И когда спросили пророка об одном дне поста в году, стоит ли соблюдать его, плакать ли мне в пятый месяц, воздерживаться ли, как делал я это уже столько лет, таков ответ дал Господь Захарий. Когда опостились вы и плакали в пятый и в седьмой месяце, уже 70 лет, разве для меня опостились вы? А когда едите вы, когда пьете, разве не для себя едите вы и пьете? А после заповедовал им не пост, но лишь справедливость и милосердие. Он сказал им так, изрек Господь, говоря, судом истинным судите, справедливость и милосердие оказывайте каждому брату своему. А после сказал так, сказал Господь, пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого будет для дома Иуды радостью и весельем, и праздником хорошими, и правду, и мир любите. Это все у нас из книги Захарии. И знай, что правда – это достоинство рассудочной части души, неожиданно рассудочной, да, такого разумной раньше теперь рассудочной, тоже я на нее следил, они неизменны, как мы уже упоминали во второй главе, и через них установится мир в мироздании. Неожиданное замечание, да, по поводу правды, которая является достоинством разумной души, что здесь имеется в виду. Эти достоинства, они неизменны, да, и они связаны с разумной частью души, но и через разумную часть души, естественно, что через них установится в мир мироздания, имеется в виду достижение интеллектуального совершенства, и приход Ниссии, в том числе, да, и все то, что он описывал, Рамбов написывал нам в виде словик Перекхелик. Но здесь он решил тоже сделать такое замечание, хотя, в принципе, речь идет как раз не о разумной части души пока, да, а речь идет о вот этой самой побуждающей части души. Вернусь же к нашей теме. Если скажут те из сынов нашего народа, а здесь я говорю только о них, которые уподобляются народам мира, что изнуряя тела свои и воздерживаясь от удовольствия, умеряя телесные силы, они хотят склонить их к одной из более похвальных крайностей, как мы сами рекомендовали в этой главе, то совершают они ошибку, как мы покажем. То есть, если они самостоятельно решают вот таким образом себя вести, то это как бы большая ошибка. Марина спрашивает, а его сын, раби Авраам, как теоретически обосновывал аскетические практики? Он считал, что отходит от подхода отца или продолжает? Хороший вопрос, да. То есть, мы знаем, что Авраам, сын Рамбома, действительно был скорее склонен к мистическим и косметическим практикам. И, в общем, в принципе, его, так сказать, мысль не очень похожа, скажем так, на мысль его отца. И здесь есть разные ответы на вопрос о связи между Рамбомом и между, скорее, учением Рамбома и учением его сына. Некоторые, ну, как раз на основе произведений сына Рамбома, утверждают о том, что Рамбом тоже был в каком смысле мистиком и так далее, просто он это не раскрывал, а вот его сын все это знал, и вот, пожалуйста, и так далее. Ну, я сейчас, на вскидку, не могу сказать, как обосновывал Авраам сына Рамбома и аскезу, и определенного рода мистические практики, которые, против которых вроде бы как раз Рамбом возражал. Надо пересмотреть то, что он пишет. Вот. Но сам по себе вопрос хороший. Может быть, мы в рамках нашего курса, я подготовлюсь, и мы поговорим в том числе и про Авраама сына Рамбома. Правда, у нас нет перевода на русский язык, но, может быть, поговорим в общих чертах. Так вот, он говорит, что те, кто, значит, вот таким образом себя ведут, как бы подражая народам мира, он намекает, естественно, на суфьев, и, может быть, на какие-то, в том числе, христианские практики, да, самобичевания, о которых отдельный вопрос, каким образом он узнал, но, наверное, каким-то образом эта весть до него могла дойти. Он говорит, что вот это все отлукал. Тора запретила то, что запретила, и повелела то, что повелела, именно по этой причине, чтобы отдалить нас от одной из крайностей. То есть все заповеди Торы, они направлены на что? Они направлены на то, чтобы с помощью тех действий, которые мы осуществляем, приучить нас к здоровью, то есть, по сути дела, сформировать побуждающий Центр управления полетами, как здоровый. То есть здоровье обеспечивается вот этими самыми действиями. Еще раз подчеркну, что это нетривиальная мысль, что, собственно говоря, здоровье души обеспечивается с помощью, ну, в каком смысле, привычки к хорошим действиям. Делаешь хорошо, делаешь, делаешь, делаешь хорошо, и у тебя складывается вот эта побуждающая часть, она оказывается здоровой, растет хорошо. Да, чтобы отдалить нас от одной из крайностей, больше, чем у второй, чтобы это стало привычным. То есть есть, опять он говорит об этом, смещение, да, в силу асимметрии этих самых качеств, и смещение к той стороне, которая ближе к середине, оно в каком смысле объяснимо для того, чтобы нас отдалить от того, которое дальше. Ведь запрещены все запрещенные блюда, и запрещены все запрещенные половые связи, дано предостережение от губницы, и заповедан брачный контракт, заключение брака. Но и эта жена не разрешена в любое время, она запрещена во время отдаления, то есть во время неды и родов. И еще ограничили мудрецы близость, запретив ее днем, как объяснили мы в комментариях к трактату «Самедрим». И все это заповедано нам, творцом, чтобы мы отдалялись от одной худшей крайности, в большем мере, чем от предпочтительной, чтобы мы отклонялись от середины в сторону некоторой бесчувственности. А также все, что заповедано в Торе, отделение десятин, подбираемого, забытого, и край поля, и отдельные виноградины, и маленькие гроздья, и субботний год, и юбилейный год, и подаяние бедному, чтобы хватило ему на нужды его, все это ближе к расточительству, чтобы отдалить нас от жадности, чтобы мы укоренились в щедрости, точнее, чтобы в нашей побуждающей части души укоренилась в щедрости. И еще этот аспект в большинстве заповедей найдешь, что они воспевают силу души. Например, запрещена месть кровная, иная, как сказано, не мсти, не злопамятствуй, не оставляй его, развьючь вместе с ним, подними их вместе с ними, то есть это уже по отношению к ослу своего врага, чтобы ослабить зависть и злобу, и также возвратить ты должен, чтобы удалить, имеется в виду вашего товара, то есть возвращение потерянного, это все, чтобы удалить свойства скупости. И также перед сединой вставай, уважай лица, или качки отца своего, не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, мудрецы, и чтобы удалялся ты от свойства наглости, приобрел свойства скромного поведения, но и от другой крайности отдалился, от стыдливости излишней, увещевай ближнего своего, и не бойся его, чтобы ушло смущение, и остался человек на серединном пути. То есть вся Тора, с точки зрения Рамбома, исследуя самые разные заповеди Тора, мы видим, что Тора пытается сформировать вот этот самый серединный путь. А если придет несомненный глупец, пожелает добавить к этому, например, запретить еду и питье, свыше того, что уже запрещено в пищу, и запретит исполковых связей больше, чем уже запрещено, и отдав все деньги свои бедным, или пожертвуется свыше того, что назначает Тора в подаянии, или в посвящении, или положенные по оценке, он совершает скверное деяние, и не знает, что он дошел до одной из крайностей, и совершенно покинул середину. А мудрецы в Иерусалимском полуму 9 главе трактата не нуждается ни в добавлении, ни в убавлении. Система заповедей – это и есть лучшее лекарство для побуждающей части души. И уже ясно из всего, что мы упомянули в этой главе, что следует стремиться к срединным действиям, и что нельзя отходить от них ни к какой крайности, разве что ради излечения и компенсации противоположным. Человек, владеющий искусством врачевания, если заметит малейшее изменение в своем состоянии, не даст болезни усилиться до такой степени, что потребуются сильные средства для его исцеления. И если знает, что какая-то часть его тела слаба, будет ее постоянно оберегать и будет остерегаться вредными для этой части вещей, и будет придерживаться того, что ей полезно, чтобы исцелить эту часть, чтобы не осложнилось ее состояние. И точно так же человек совершенно должен следить за чертами своего характера и обдумывать свои поступки и проверять ежедневно свойства своей души. И всякий раз, как заметишь, что душа его склоняется к одной из крайностей, пусть поторопится с лечением и не даст скверным свойствам усилиться от повторения им скверных поступков. Как мы им уже это все объясняли? А так же пусть не отрывает глаз от своего недостатка и постоянно старается его излечить, как мы уже говорили, ведь нет человека без недостатков. И как говорили философы, трудно найти человека совершенного в достоинствах его эмоциональных и рассудочных, ну, и разумных. Да и в книгах пророков есть много об этом, ведь и родам своим не доверяете и так далее. И здесь приводится целый ряд цитат. Насчет того, как говорили философы, смотрим, есть ли у нас здесь примечания на этот счет. Ну, да, примечания на никомаховую этику, которая, собственно говоря, и является в таком смысле вот все, что Рамбом пока нам изложил, оно во многом базируется, ну, вся вот эта психология и в том числе теория золотой середины, она базируется на никомаховой этике, или точнее на комментариях к никомаховой этике арабскими аристопеликами. И ты знаешь, что сказал превознесенный господину первых и последних, господину нашего Маше, за то, что вы не поверили мне, за то, что перечили слово моему, за то, что не явили святости. Вот так. И грех его, мир ему, состоял в том, что он отклонился от одной крайности из двух, в одном из похвальных свойств. Это свойство умеренности. Отклонился от него в сторону гнева, говоря, слушайте же непокорные. Имеется в виду, что? Имеется в виду грех Моисея, за который он был наказан тем, что не вошел в землю обетованную. Что это был за грех? Нужно было вывести народное, что разраптал в очередной раз. Нужно воду было им каким-то образом дать. И Бог ему сказал, что вот давай из этой скалы. И вроде бы он, ну, Моисей так и сделал. Ударил, правда, по скале. Но он и до этого ударял по скале. Как раз по указанию Всевышнего он ударял по скале. И этот момент, он является таким вопросом, который мучил многих комментаторов. Есть разные объяснения того, в чем же, собственно говоря, грех Моисея состоял. И мы видим, что Рамбом дает здесь свое толкование. Грех его состоял в том, что он отклонился в сторону гнева. А сторона гнева, она как бы хуже, то есть человек умеренный и человек бесчувственный. Это тоже крайность умеренности. И вот этот самый бесчувственный, это все-таки свойство, которое ближе к умеренности. А гнев дальше. А он отклонился в сторону гнева. Сказал, слушайте, не покорный. И Творец пеняет ему за то, что такой человек, как он, гневается в собрании Общины Израиля, в ситуации, в которой непозволительно гневаться. Для такого человека, как Моисея, это равносильно богохульству. Ведь все его поступки, каждое его слово являются примером для подражания. Подражающие ему надеются достичь успеха в этом и в грядущем мире. Это будет, когда увидят его, и что будет, когда увидят его в гневе. Это является скверным состоянием, как мы объясняли. И происходит оно непременно из скверных свойств души. То есть вот даже Моисей, который, собственно говоря, рандом рисует нам Моисея, как своего рода идеал, своего рода даже в каком смысле сверхчеловека, можно было бы, наверное, такое употребить слово. Даже у него случилось отклонение, отклонение, которое свидетельствовало о некой ущербности его души, побуждающей свойства души, по крайней мере, в данный момент. Тоже можно анализировать, как это сложилось, почему это все испортилось, возможно, это бесконечные жалобы народа Израиля. Он не следил за собой, раздражался, 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 наконец разгневался. Моисей не применял терапию, которую советует Рамбом, надо было ему, когда у него эта гневливость где-то там вскипала, ему нужно было заниматься упражнениями по безразличию такому определенному, невозмутимости. И вот в этой невозмутимости нужно было прибывать, а прибывать как можно чаще, тогда, может быть, он бы не разгневался. Ну, здесь у нас еще до конца этой главы немного, да, давайте мы дочитаем. Относительно сказанного в качестве обвинения «Вы перечили слово моему», хотя вроде бы они не перечили, мы объясним так, ведь Маше говорил не с простыми людьми, не с такими, у которых нет достоинств, но с людьми, среди которых меньшее из женщин было сравнимо с пророками Хескелем, как говорили мудрецы. Все, что делал Моисей или говорил, проверяли, они придирчивы. И когда увидели, что он гневается, сказали, не может быть, что он, мир ему, ущербит в своих свойствах. Если бы не знал он, что гневается Творец на нас за то, что требовали мы воды, что мы рассердили его при вознесенном, то он бы не гневался, а мы и не находим гнева на народ в словах Всевышнего в этом отрывке. То есть Рамбам объясняет это так, что коль скоро речь шла не о простом народе, о народе очень продвинутом, и этот продвинутый народ, видя гнев Моисея, немедленно спроецировал это на Бога. Значит, раз Моисей был, гневается, не может, он сам гневается, значит, это гнев Бога, который на нас излит. А на самом деле гнева Бога в тот момент не было, это был гнев чисто Моисеев. И этим он объясняет слова «Вы перечили слово моему», хотя в самом Писании они вроде бы ничего не перечили. Ну, мы ушли далеко от темы, признаю Трампом этой главы, но разрешили одно из сомнений в толковании Тора, о котором много было сказано, или спрашивают многие, в чем был грех Моисеев. И сравни сказанное нами со сказанное о нем другими. И истина укажет тебе путь. Теперь вернусь к тому, что я хотел объяснить. Я хотел объяснить, что человек, который постоянно анализирует свои действия и направляет их к середине, будет пребывать на одной из высшей ступеней человечества. И тем приблизится ко всемышному. Ко всемышному и будет постигать то, что у него. И это самый совершенный путь служения. И мудрецы уже упомянули это и сказали. Всякий, кто оценивает свои поступки, удостоится увидеть спасение от Всевышнего Святон. Как сказано, прокладывающему путь укажу спасение Всевышнего. Читая не прокладывающему путь, а оценивающему путь. Оценкой называется определение мерой и приблизительной стоимости. И это все, что мы истолковали в этой главе во всем равновесии. И такова мера тому, что мы сочли важным в этой теме. И мы с вами закончили четыре из восьми глав. И казалось бы, на этом Рамбо мог бы и закончить. Правда? Он назвал сначала силой души, потом он сказал, что может быть недостатком, какие части души ответственны за грех и так далее. сказал, какие части души ответственны за моральное качество человека и объяснил терапию. Терапия с помощью действий. Мог бы закончить, но не закончил. Это оказывается только половина того, что он хотел сказать. Следующий главы мы почитаем в следующий раз. Если есть вопросы, пожалуйста. Вот такой вопрос, например, по поводу воображающей стороне души или части души. Как это называется? Он говорит, что они не имеют какой-то оценочного качества. То есть нельзя сказать, что это хорошо или что это плохо. То есть она не имеет отношения воображающие и питающие. Воображающие. Да. Но с другой стороны... И имеет отношения к мегере. Да. Когда мы говорим об изобретениях, о изобретательности, то, конечно, как он вначале определил это воображение, что мы соединяем части, которые они, в общем-то, не соединяли, а вот мы их, так сказать, соединяем. Вот в этом воображении то как раз это и есть способность изобретательности. То есть это какое-то хорошее качество, которое позволяет изобретать. То есть то, что у греков техны становится искусством. То есть он как бы совершенно... Ну то, что он может игнорировать, это, конечно, это может быть. Но еще такой дополнительный момент. То есть тем качеством души связана способность пророчества. То есть оно фактически никак не связано с воображением. То есть воображение оно как бы какое-то ложное и все такое вот. Нет, на самом деле связано с воображением. Связано, да? У него связано? Связано, да. То есть он будет говорить, мы будем читать это в Марейна Ухима, мы будем говорить о разных уровнях То есть единственный пророк, у которого, с его точки зрения, не было примеси воображения, это Моисей как раз. У всех остальных воображение как раз сыграет очень важную роль. То есть он не говорит о том, что воображение неважная часть души. Она важная. Он говорит о том, что воображение не связано с грехом и заслугой. То есть исполнение заповедей не как-то связано с воображением. Вот это он говорит. А сама по себе способность воображения, она очень важная. Он же сам говорит, что грех и все такое, то, что связано с разными запретами, связанное со сексуальными нарушениями, что это все у человека в голове. То есть это его воображение, оно как бы не туда направлено и неправильно используется. И на самом деле источник этого, это именно воображение его. Нет, он этого не говорит как раз, что источник воображения. Это мы говорим, что источник воображения. А он так не говорит. Он говорит, что воображение работает себе и работает. То есть работа воображения – это отдельный как бы вопрос. То есть он здесь мог бы как раз говорить о том, что работа воображения ведет человека, например, портит вот эту его побуждающую часть души. Это мы бы могли так сказать. Он этого не говорит. Он говорит о том, что... Он не говорит, что вот желание и все, что это как-то... Он не связывает это с воображением. Не связывает это с воображением? Ну, вот то, что мы читали, он же не связывает это с воображением. Он говорит о побуждающей способности. Вот это побуждающие способности. Значит, он не связывает. В данном пока то, что мы читали, он не связывает это с воображением. Но это не значит, когда он увел воображение, он это двинул в сторону. Да, воображение, питающую способность это двинул в сторону и, по сути дела, говорил только о побуждающей способности плюс эмоциональной, чувственной. Воображение он пока что, по крайней мере, он отставил в сторону, но, в принципе, отношение Рамбома к воображению, оно сложное, да, то есть это не то, что он его вообще отставил в сторону. Оно важное, действительно, и в пророчестве, и в каких-то когнитивных способностях, это мы еще с этим столкнемся, да, то есть пока что он это отставил в сторону, говоря о грехе и исполнении заповеди, да, что вроде бы пока что мы так понимаем, что с его точки зрения воображение здесь не играет. Ну, хорошо, понятно. Если можно, один вопрос, я извиняюсь, если очень, как бы он банальный, неумный и так дальше, да? Надо извиняться. Да, ты извиняешь. Окей, Сабава. Я не слышал от тебя вот этого слова, которое я сейчас скажу, оно у меня как бы вертится вот на слуху так, и мне хотелось его спросить. Вот то, что я сейчас читал, да, это вписывается в то, что понимается по терминам схоластика. Нет, не вписывается. Собственно говоря, что такое схоластика? Схоластика – это, ну, школа, да, определенная. Схоластические школы, они возникли в христианских университетах, начиная там с 11-12 века. Там был своеобразный способ рассуждения, который был назван схоластическим. А в дальнейшем термин схоластические рассуждения стал, люди стали, так сказать, широко относить. Вот это люди, да, вот это люди. Ко всему, что как бы кажется такой, ну, пилпультик. Да, 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 схематическое такое, сухое, механистическое, да, да, да. Но в точном смысле этого слова здесь еще схоластики еще нет, да, поэтому нельзя назвать осуждения Рамбома схоластическими, потому что это, ну, или можно, но только вот в таком переносном смысле. Ну, точно так же, как, например, говорят, Талмуд, да, ну, это целый Талмуд, это не имеет отношения к Талмуду. Да, окей, я понял. И тогда второй, вот тоже такой же, как бы очень общий, может быть, очень банальный вопрос. Вот то, чем мы занимаемся, да, то, что писал Рамб, насколько это связано с общим средневековым подходом к осмыслению вообще мироздания. То есть все очень механистическое, все разбирается на части, все сочленяется, как бы, все можно разобрать, то есть такой некоторый кубик Рубика. И у него тоже, как бы, все, ну, я очень грубо говорю, да, все разобрано по полочкам, у тебя есть такие, как бы, винтики, шарики, ушел влево, значит, подровнял вправо, ну, и как бы так дальше. То есть насколько вот он находится в струе вот общего того, что было вокруг него? Абсолютно в струе. А, да, ну, вот видишь, окей, значит, я тоже в струе. Окей, да-да. Я скажу больше, то есть он находится в струе, которую можно было бы назвать наукой. То есть есть ученые, ну, как вот сегодня у нас, сегодня есть люди науки, есть люди, которые просто рассуждают, там, то, все, пятое, десятое. Но есть вот люди науки, которые, как бы, мы им доверяем в большей степени, чем просто рассуждательно. Зависит, конечно, от области, но тем не менее. Так вот, с точки зрения всей вот этой школы аристотеликов, они являются людьми науки. Все остальные, Сааде, Гаон, там, Мутакалимы, все неоплатонисты, неоплатоники средневековые и так далее, это все шарлатаны такие, которые, собственно говоря, ничего не изучали как следует. А что значит ничего? Не изучали Аристотелю, потому что Аристотель – это последнее слово науки в каком-то смысле чуть подправленное вот этой комментаторской традиции аристотелик. И поэтому в этом смысле Рамбам принадлежит этой школе, и он как бы именно в этом духе все это описывает. Ну, это значит все, значит, я как бы более… Он описывает как бы, вот, ребята, вы там что-то там, не знаю, читали, может, суфийских начитальских книжек, что надо поститься, надо то, надо сё, бить себя, да, молиться день и ночь и прочее, прочее, прочее. Я вам, как человек науки, как медик, как психолог, говорю вот. Окей. И так, он говорит, это же предисловие Крактату, а вот и наши мудрецы, они, в принципе, тоже были, все это знали. Последнее очень маленькое. Я как бы все время молчал, да? Окей. Последнее очень маленькое. Да. Но все-таки как бы странно. Мы, в смысле, мы, Рамбам, мы читали… Мы читаем Хумаж, да, Порошат Шавот. То есть это как бы никто не отменял. Кроме Аристотеля есть Порошат Шавот. Когда человек, любой человек, ну, я скажу так, непредвзято, открывает книгу, она вся насыщена в каждой, практически в каждой поросе бесконечными взлетами, падениями. Моше разбивает скрижали, эти пляшут, эгелем, эти убивают друг друга. То есть это буря каких-то эмоций, которые совершенно ни вправо, ни влево, а вообще что-то такое прямое, и вообще рубить тех или других, понимаешь? Ну, как-то странно, что-то как-то от этого можно совершенно отстраниться, понимаешь? И больше все-таки как бы, ну, это основа. И сделать такой вот четкой дорогой. Ну, вот он же сейчас как раз нам объяснил один из таких эпизодов сложных, где Моисей разгневался на народ и так далее, причем эпизод не очень понятный. Вот он его объяснил. Как он будет объяснять все остальные подобного рода, да, приключения с тем, и с тем, и в Моисей, например, Моисей разбил скрижали. Это не гнев, это он не разгневался. Что скажет Рамбер? Конечно, нет. Он не разгневался. Тогда он не разгневался. Это был божественный гнев. Как здесь евреи подумали, что это не Моисей гневается, а Бог гневается. Тогда Моисей еще был в порядке. И его гневливость ни в чем не проявлялась. Просто через него шел божественный гнев. А божественный гнев, да, то есть если говорить о... Слиха, а гнев Всевышнего, который называется аф, гнев, это не человеческий гнев? Не человеческий гнев, конечно, ничего общего не имеешь. Несмотря на то, что говорят даже ноздри, смотришь, что ноздри, вот гнев... В каком-то и дело, да, так мы это, путеводители растерянных, будем читать, увидим, как Рамбер все объяснит нам. Ну хорошо, замечательно. У меня еще много есть вопросов, но я их растяну на следующий занятий. Салам. Беседа. Все, если как бы... Счастливо. До следующей недели мы встречаемся. Дальше у нас будет перерыв. Дальше, Матсан. Спасибо. 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 Как они сидят.